Гарантия на Audi e-tron Гарантия на Audi e-tron составляет 2 года без ограничения пробега и 4 года с ограничением пробега в 120 тысяч километров пути То есть если за 2 года вы накатали менее 120 тысяч километров то следовательно у вас продлится гарантия на третий ну и следовательно на четвертый год если опять же пробег не будет превышать 120 тысяч километров Гарантия на батарею составляет 8 лет и 160 тысяч километров пробега ТО нужно проходить раз в 30 тысяч километров или раз в 2 года Нулевое ТО обкатку проходить не нужно Гарантия на сквозную коррозию составляет 12 лет Как нужно подсоединять ваш автомобиль к сети Итак, мы берем, нажимаем на кнопку открытия лючка Дальше вставляем И ждем пока загорится зеленый свет Если зеленый свет загорелся, значит зарядка пошла Там у нас магниты, которые удерживают непосредственно вот эту вот ручку Следовательно, если ее тянете, ее нельзя будет достать Чтобы достать ее, вам нужно также нажать на кнопку Загорится белый свет И вы сможете спокойно достать зарядное устройство Крышка закрывается или сама, или с помощью кнопки Если вы перевозите ребенка спиной по ходу движения на переднем пассажирском кресле Вам необходимо отключить переднюю подушку безопасности Так вот, для этого вам нужно достать механический элемент ключа Открыть перчаточный ящик И вот здесь есть переключатель Вставить ключ и повернуть его в положение OFF Теперь передняя подушка безопасности отключена И вы можете перевозить ребенка спиной по ходу движения Но если вы больше не перевозите ребенка спиной по ходу движения То вновь переключите переключатель в исходное положение ON Для того, чтобы заблокировать двери Если в вашем автомобиле сел аккумулятор На каждом из трех дверей есть специальное отверстие Куда вам нужно вставить механический элемент ключа Вот, но предварительно вам нужно открыть крышку Вы открываете крышку Достаете механический элемент ключа Вставляете и поворачиваете против часовой стрелки Все, и захлопываете двери Открыть двери снаружи будет нельзя Их можно будет открыть только или изнутри Или с помощью ключа, когда вы зареете свой аккумулятор Для того, чтобы установить высоту поднятия крышки багажника Вам необходимо Остановить крышку багажника на том уровне Выше которого вы не хотите, чтобы он открывался Далее подходите к кнопке, нажимаете и удерживаете ее До характерного сигнала Теперь крышка багажника не будет открываться выше установленной высоты Но если вы хотите вернуть крышку багажника вновь в исходное положение Ну или просто чуть выше поднять Физическим способом надавливаете на нее Поднимаете и фиксируете Также нажав на кнопку и удерживая ее до характерного сигнала Габариты багажного отделения Audi e-tron Ширина дверного проема 106 см По диагонали 115 см Расстояние от пола до потолка 70 см Ширина в зоне до колесных арок 141 см Ширина в зоне колесных арок 104 см Глубина багажного отделения 105 см Расстояние от пола до шторки 43 см Расстояние от крышки багажника до спинку сложенного сидения второго ряда 170 см Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 190 см По диагонали 220 см Объем багажного отделения составляет 600 литров Объем багажного отделения при разложенных сидениях второго ряда составляет 1725 литров Для того, чтобы открыть ваш автомобиль, если у него села батарея, вам нужно снять вот эту крышку, которая закрывает замок Чтобы ее снять, вам нужно достать механический элемент ключа Дальше И вот здесь снизу есть отверстие Вам нужно в это отверстие вставить ключ Протолкнув ключ вперед Движением рычага Открыть крышку Вставляете ключ и поворачиваете против часовой стрелки Для того, чтобы заменить щетки, их необходимо перевести в сервисный режим Для этого есть два способа Первый, так скажем, самый простой Вы просто выключаете автомобиль и тянете рычажок вниз Удерживая И щетки переводятся в сервисный режим Второй способ, более сложный Вы заходите в главное меню Автомобиль Настройки и сервис И листаете до пункта положения замены щеток Все, включаете и они переводятся в сервисный режим Перед тем, как поднять автомобиль, вы должны перевести подвеску в сервисный режим Для этого вам нужно зайти в раздел автомобили Настройки и сервис И пневмоподвеска замена колес То есть вы переключаете и теперь вы можете поднимать автомобиль и менять колес На ауди и трон установлена система контроля давления в шинах То есть как только одно из колес спускает У вас на приборной панели выходит индикатор Говорящий о том, что обратите внимание, какой-то из колес спущен После того, как вы его проверили, заменили, подкачали Вы должны обнулить систему, иначе у вас будет индикатор дальше гореть Для этого вам нужно зайти в раздел автомобили Раздел настройка и сервис Контроль давления в шинах Если давление всех шин проверено и откорректировано, сохраните его в памяти Сохранить давление в шинах Да, сохранить сейчас И давление в шинах будет сохранено Следовательно, если вновь произойдет изменение давления То у вас опять загорится индикатор, чтобы вы обратили внимание Если в вашем ключе села батарейка, а ехать нужно Вам необходимо ее заменить Чтобы ее заменить, вам нужно достать механический элемент ключа Дальше вставить его под углом Вот здесь есть язычок, вам нужно его поддеть И потихонечку поднимаете крышку Все, вы подняли крышку В вашем ключе батарейка CR20, 32, 3 вольта Но что делать, если нет возможности заменить батарейку, а ехать нужно Вы берете разряженный ключ и кладете его вот сюда вперед И заводите автомобиль Если вы переводите ребенка на втором ряду сидений Мы рекомендуем вам включить детский замок Который не позволит ребенку открыть дверь изнутри Ее можно будет открыть только снаружи Включить детский замок можно на панели Которая располагается на водительской двери Вы просто нажимаете на кнопку И правая или левая дверь блокируется для открытия изнутри Но если это вам не нужно, вы просто нажимаете на кнопку И дверь разблокируется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин